Сегодня мы расскажем о TSMC, тайваньской компании, занимающейся изучением и производством полупроводниковых изделий, и ее планах производства и внедрения новых техпроцессов. Крупными клиентами компании являются Apple, AMD, IRM Holdings, Huawei, Mediatek, Realtek, NVIDIA, Intel и многие другие компании. А также среди российских клиентов компания Baikal Electronics. Ну а теперь обо всем по порядку. TSMC запускает разработку технологического узла 2 нанометра. TSMC объявила своим инвесторам о начале поисковых исследований для разработки технологического узла длиной 2 нанометра. Как ведущая сегодня компания по производству полупроводников, TSMC, похоже, не почивает на лаврах. Их 7-нанометровый процесс и производные уже достигли 30% объема на заказах полупроводников компании. А их 5-нанометровый узел, который будет включать в себя фотолитография в глубоком ультрафиолете, литографию, должен достичь высокообъемное производство во втором квартале этого года. После 5-ти нанометров, что, как ожидается, приведет к увеличению плотности транзисторов на 84-87%, по сравнению с текущим узлом 7 нанометров, по плану должны перейти на 3 нанометра. И TSMC ожидает, что этот узел достигнет массового производства в 2022 году. Интересно, что TSMC планирует по-прежнему использовать технологию FinFET для своего 3-нанометрового производственного узла, хотя и в новой технологии GAFET. Планы TSMC по развертыванию FinFET при производстве менее 5 нанометров – это то, что многие отраслевые аналитики и специалисты сочли чрезвычайно трудными для реализации, поскольку ожидания для этих узлов менее 5 нанометров требуют более экзотических материалов и конструкций транзисторов, чем очевидные планы TSMC. Процесс TSMC 3 нанометра упаковывает 250 миллионов транзисторов на квадратный миллиметр. Представьте себе, что вы можете сжать матрицу процессора Pentium 4 до размера булавочной головки, если вы можете понять, как разместить на ней 478 выводов. ТСМС показала, что ее будущий 3-нанометровый кремниевый узел изготовления имеет цель разработки 250 миллионов транзисторов на квадратный миллиметр. Названный N3 – узел изготовления кремния следующего поколения сменяет семейство TSMC. N5 узлов класса 5 нанометров. Это ЭН5 и любые возможные варианты. Генеральный директор TSMC CCWay подтвердил, что разработка 3-х нанометрового узла идет полным ходом, а рисковое производство запланировано на 2021 год, и объемное производство начнется во второй половине 2022 года. Возможно, самым поразительным открытием является то, что TSMC решила придерживаться FinFets для ЭН3 из-за зрелости технологий. Эксперты придерживаются мнения, что узлы СУП 5 нанометров потребуют серьезных инноваций в области материалов и конструкций. TSMC утверждает, что ЭН3 обеспечит улучшение скорости на 10-15% при ИСО мощности или снижение мощности на 25-30% при ИСО скорости по сравнению с ЭН5. TSMC разработала большое количество перспективных технологий, производственных процессов, средств проектирования и стандартных архитектур. Спрос на услуги TSMC в ближайшее время будет только расти при переходе на 5G в сферу телекоммуникаций, который подстегнет и спрос на смартфоны соответствующего класса. Впрочем, компоненты для серверов и базовых станций нового поколения также будут переходить на прогрессивные литографические технологии. Хорошо будет расти сегмент интернета вещей, хотя сама по себе емкость этого рынка пока не так велика. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.